День Города Кабинет палеоативной помощи в ОКБ улучшит качество жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Хлеб яровой, как в Рязани, отнеслись к законопроекту, запрещающему торговым сетям отдавать закупленные сверхмеры хлебобулочные изделия обратно производителям. Птицы запели весенние трели, несмотря на морозы, весна уже близко. В поликлиническом отделении областной клинической больницы открылся кабинет палеоативной помощи, то есть помощи, которая улучшает качество жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Чаще всего в ней нуждаются онкобольные с четвертой стадией заболевания. Именно поэтому открытие данного кабинета решили приурочить к Всемирному дню борьбы против рака. Валерий Седов продолжит. Медицина сделала большой шаг вперед. Новейшие технологии, компьютерная томография и другие новинки активно используются врачами. С развитием медицины увеличилась и продолжительность жизни, а на прилавках аптек появилось куда больше лекарств. К сожалению, статистика показывает, что такие диагнозы, как неоперабельная опухоль, все еще существуют. Такой приговор слышат в свой адрес 10% онкобольных. Людям с неоперабельной опухолью требуется особый уход и помощь, как медицинская, так и психологическая. Мы понимаем, что палиативная помощь – это помощь, которая оказывается пациентам, облегчая их жизнь, когда состояние этих пациентов неизлечимо. Поэтому действительно она востребована. Палиативная помощь появилась в Рязани несколько лет назад. В 2013 году появилось отделение на базе Рыбновской центральной районной больницы. Сейчас по инициативе Минздрава кабинет палиативной помощи открылся и в поликлинике областной клинической больницы. К тому же здесь у врачей уже есть опыт работы в этой сфере. Начинали мы достаточно давно, уже лет 15 назад, примерно в этой же области работать. Это с пациентами, с инвалидами, с кишечными стомами. Потом мы взяли полностью всех пациентов с нарушением функции выделения. В том числе и на функциональной основе делали патронаж на дому в том числе. Поэтому здесь опыт у нас уже накоплен достаточный. И применить вот в этой сфере достаточно легко его будет. Потому что реально у нас уже с этим мы сталкивались раньше, достаточно серьезно этим занимались и будем продолжать заниматься. Планируется, что специалисты будут принимать по 20 человек в день. На данный момент, по словам главного врача, на прием уже записано 8 пациентов. И это только одно из направлений деятельности Кабинета палеоативной помощи. Второе направление, большое, которое мы будем развивать, и оно уже сейчас планируется открываться, это патронаж на дому. То есть те пациенты тяжелые, которые по каким-то причинам, ну ясно по каким причинам не могут посетить этот кабинет, будут посещаться докторами на дому и выполняться все эти назначения, которые им необходимы. Прежде всего это, конечно, обезболивающее средство и помощь средствам ухода. Специалисты будут проводить обезболивание, делать перевязки, а также беседовать с больными и их родственниками. По словам главного врача, все это абсолютно бесплатно. Кабинет палеоативной помощи будет работать ежедневно во второй половине дня. Попасть на прием можно после заключения онколога или участкового терапевта, получив их направление. Это первый кабинет, который открывается на амбулаторном уровне во всех городских поликлиниках. Это в следующую очередь открытие таких кабинетов и в межрайонных центрах. Как отметила исполняющая обязанности заместителя Министерства здравоохранения Рязанской области, это будет целая сеть, которую курирует областной клинический онкологический диспансер. Новый кабинет палеоативной помощи символично открылся во Всемирный день борьбы против рака. В этот день в поликлинике ОКБ всем посетителям выдают направление на онкоскрининг. Основное направление это, безусловно, скрининг рака, выявление ранних форм рака, чтобы как можно раньше его лечить и не доводить до того момента, когда уже требуется палеоативная помощь. В поликлинике ОКБ любой желающий может пройти все необходимые обследования – флюорография, маммография. Опытные врачи, пользуясь современной техникой, поставят точный диагноз. Ведь, как правильно сказал главный врач областной клинической больницы, куда важнее выявить заболевание на его ранних этапах. Валерий Седов, Игорь Клотов, телекомпания «Город». На одном из информационных сайтов города появилась информация о том, что в Рязани началась эпидемия гриппа и ОРВИ среди детей. Действительно ли это так и какие профилактические меры помогут не заболеть, узнала Анна Герцовская. Кашель, насморк и температура. Зимой люди страдают от таких состояний намного чаще, чем в любое другое время года. Этому есть ряд причин. Однако сейчас, несмотря на увеличение случаев заболевания ОРВИ среди детей, говорить об эпидемии пока рано. Заболеваемость ОРВИ и гриппа на территории области пока соответствует пороговым значениям. За прошедшую неделю, пятую неделю, превышены эпидпороги заболеваемости города Рязани. И за счет детского населения, которое в структуре заболевших составляет более 70%, зарегистрировано более 4,5 тысяч случаев среди детей. Интенсивность процесса нарастает среди взрослых и детей, ведь в этом году сезон заболеваний сдвинулся на февраль. В отличие от прошлого года, когда в основном все больничные приходились на декабрь. В большой степени это зависит и от метеоданных. В теплую погоду люди больше проводят времени на свежем воздухе. Чаще проветривают помещения и меньше подвергаются переохлаждению. А вот в холода люди чаще остаются дома и в других закрытых помещениях, где наблюдается большое скопление людей. Самое эффективное мероприятие предотвратить заболевание ОРВИ – это, естественно, не посещение людных мест, но так как этого избежать нельзя. То есть тут нужно поднимать все-таки резистентность организма, которую двумя методами можно поднять. Специфической – это является вакцинация против гриппа до периода подъема заболевания, и неспецифические методы профилактики. Одним из основных методов является закаливающая процедура, также использование комплексных поливитаминов курсами, адаптогены, всякие иммунорегуляторы растительного происхождения. Ну и сюда можно отнести и бактериальные лизаты. Так у человека появляется возможность оставаться здоровым. Кроме того, например, в данной детской поликлинике номер один через вакцинацию прошли 70% детей. А вирусы, которые сейчас гуляют по городу, соответствуют этому вакционному штамму. Поэтому привитые дети либо не болеют вовсе, либо заболевают в легкой форме. А чтобы обезопасить всех юных граждан, можно ежедневно выполнять простые профилактические мероприятия. Использование барьерных средств профилактики, такие как масочный режим, маску одеваем и меняем каждые 3-4 часа. Также использование барьерных средств профилактики, это на мазевых и масляных основах, закладывание, закапывание капель в нос. И обязательно после посещения этих мест, при возвращении домой, то есть промывание носовых ходов солевыми растворами, для того, чтобы смыть всю эту инфицированную слизь. А также обязательно полоскание рта и горла, умыться надо обязательно и вымыть руки. Так что привычная многим с детства мазь для носа в зимний период выполняет роль бронежилета от микробов. Все они оседают на ней, не проникая в слизистые оболочки. Однако некоторые рязанские дети все-таки уже попали в неприятную ситуацию. В этой поликлинике, по словам врачей, зарегистрировано один случай заболевания гриппом. Кроме того, по причине распространения вирусной инфекции, в 25 учебных классах из 11 школ нашего города проводятся ограничительные мероприятия. В них приостановлен учебный процесс. Сделается это для того, чтобы прервать передачу вируса среди детей. И эта мера, она дает эффективные результаты. Такая практика, она применяется в течение последних нескольких лет. И, в общем-то, оправдывает себя. Потому что разобщение, которое происходит в этот момент, оно способствует прерыванию передачи вируса в детских организованных коллективах. Необходимо помнить о том, что заболеть можно не только в результате контакта с больным человеком, но и вследствие переохлаждения. Если вы почувствовали, что замерзли на улице, долго ждали маршрутку или шли без шарфа в ботиночках на тонкой подошве, придя домой, не пренебрегайте мерам профилактики. Обязательно согрейтесь, примите горячий душ или ванну. Отпарьте ноги, съешьте теплый суп или выпейте горячий чай с малиной. Заставьте свой организм ожить от холода и заработать. Тогда он не даст и без того всегда существующим в теле человека микробам завоевать власть над вашим здоровьем. Анна Герцовская, Ирина Ковалева, Юлия Пятницкого, Роман Вихров, телекомпания «Город». В Гороще из-за аварии на коммуникациях перекрыли движение по Татарской улице. В районе бизнес-центра «Флагман» работают сотрудники водоканала. Парализованным оказалось движение по городу в районе Гороще в среду. Причина – авария канализации, которая произошла на участке улицы между Первым осенним переулком и улицей Дзержинского. По информации местных жителей, в течение трех дней из пробоины в дороге текла вода. Полностью затопленным оказался двор, примыкающий к улице. В среду сотрудники водоканала откачали воду и приступили к снятию асфальтового покрытия, чтобы добраться до труб. Крепкий мороз и слой льда осложняют работу. Уже известно, что работы по устранению причины аварии будут вестись круглосуточно. Участок ликвидации, последствия разрушения и замена участка канализационных труб составит 50 метров. На замену старых керамических поставят современные пластмассовые канализационные сети. Открыть движение по улице планируют только в пятницу днем. Автомобилистам стоит учитывать это обстоятельство при планировании маршрутов. В очередной раз полицейские проверили работодателей и иностранных работников торговых заведений Рязанской области. Рейды проходили с 1 по 6 февраля. В ходе мероприятия по проверке торговых объектов к административной ответственности было привлечено более 100 нарушителей, в том числе 50 иностранных граждан. В рейдовых мероприятиях, прошедших в Рязани и во всех районах области, принимали участие сотрудники подразделений по вопросам миграции, применению административного законодательства, участковой и полномоченной полиции, сотрудники патрульно-постовой службы. В Рязани особое внимание полицейских было направлено на проверку работодателей и иностранных работников в крупных торговых центрах. В ходе рейдов к административной ответственности привлечено 104 нарушителя, в том числе 50 иностранных граждан. За нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию привлечено 44 человека. За незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в России привлечен один нарушитель. За нарушение срока обращения за выдачей патента привлечено 4 иностранца. За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, привлечен один иностранный гражданин. Также сотрудниками полиции выявлены нарушения в действиях 41 гражданина России, являющихся принимающей стороной работников-мигрантов. Они привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания в России иностранных граждан. Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются. Зимой автомобилистам нужно быть особенно осторожными на дорогах. Гололед, увеличение тормозного пути и как результат аварии. Резкие перестроения, неожиданные маневры, высокие скорости – также не самый лучший вариант для движения по зимним трассам. Именно из-за несоблюдения скорости и сложных дорожно-метеорологических условий во вторник, 6 февраля, произошла серьезная авария в селе Княжное Кораблинского района. 19-летняя девушка на семерке не справилась с управлением и врезалась в дерево. В происшествии травму получили девушку-водитель и ехавшая с ней пассажирка. За оказанием медицинской помощи они обращались в больницу. Еще одна встреча с деревом произошла 7 февраля на улице Политаева. По словам пострадавшего, ему не уступил дорогу, выезжающий с прилегающей территории автомобиль. Виновник аварии с места происшествия скрылся. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость соблюдения скоростного режима своего транспортного средства. Необходимо помнить о дистанции до движущегося впереди транспортного средства, соблюдении бокового интервала. Также водителям необходимо быть внимательными при проезде перекрестков, светофорных объектов, нерегулируемых пешеходных переходов, а также остановок общественного транспорта и крупных торговых центров, где на проезжей части возможно появление людей. Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект, запрещающий торговым сетям отдавать закупленные сверх меры хлебобулочные изделия обратно производителям. Речь идет об изменениях в федеральный закон об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации. По информации РИА Новости, Роспотребнадзор уже поддержал данную инициативу. А вот как к этому отнесутся производители хлеба? Как говорят специалисты, считать автором законопроекта о запрете на возврат просроченной продукции производителям именно Ирину Яровую – это большая ошибка. Инициатором стал Союз хлебопеков России. Ведь в первую очередь законопроект положительно скажется на их производстве. Я считаю, что закон очень правильный и для хлебопекарных предприятий это большая помощь будет и поддержка. Потому что не секрет, что рентабельность хлебопекарных предприятий по России не выше 3%. А у муниципальных, у социально ориентированных заводов она вообще не превышает 1%. По словам Андрея Стрижевского, на возврат просроченной продукции тратится много времени и денежных средств. Во-первых, это работа специалистов, которые признают хлебобулочные изделия просроченными. Упаковка, сортировка и доставка производителю – все затраты ложатся на плечи хлебозавода, а не торговой сети. К тому же неизвестно, как в магазинах хранился сам хлеб. Чаще всего продукт покрывается плесенью, и его приходится утилизировать. Если же состояние у него хорошее, то изделие можно переработать. Мы перерабатываем этот хлеб в панировочные сухари или гренки. Это в том случае, если хлеб вернулся в нормальном виде, и в нем нет никаких включений в виде изюма, посыпок типа льна или кунжута, который в переработку не идет. И при условии, что наши разбраковщики этот хлеб приняли нормальным. То есть в нем нет плесени или внешний вид должен быть соответствующим. Основной вопрос, который сейчас активно обсуждается – это повышение цен на хлебобулочные изделия. Раз торговым сетям придется утилизировать просроченную продукцию самим, то возрастут и затраты. Однако Андрей Стрижевский поспешил всех успокоить. В любом случае это будет зависеть от решения продавцов, от решения федеральных сетей. За то, какое решение они примут, мы отвечать не можем. Я не вижу предпосудок для поднятия цен, так как отсутствие возвратов – это просто-напросто более глубокая аналитическая работа именно закупщиков. Хлеба надо закупать столько, сколько его нужно. А выкладки по тому, сколько хлеба продается в какой из дней недели, у них есть. Правда, может получиться так, что торговые сети потребуют снизить закупочную стоимость хлебобулочных изделий. По словам специалистов, с этим условием согласятся многие производители продукции. Поэтому за качество и цены на хлеб волноваться не стоит. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Морозная погода, устоявшаяся на улице, ясно говорит о том, что пока еще средняя полоса России находится во власти зимы. Однако при желании уже сейчас можно почувствовать приближение тепла. День стал длиннее, и многие птицы начали исполнять свои весенние трели. А это значит, пернатые вовсю готовятся к предстоящему гнездованию. Апрель, май, июнь – это те месяцы, когда большинство птиц в Рязанской области занимаются разведением своего потомства. Их гнезда свиты, остается только высадить птенцов. Но уже задолго до этого птицы начинают чувствовать приближение весны. Так поет синица. Уже неделю назад можно было услышать ее трели даже в центре Рязани. Я слышу уже голос и синицы большой, и лазоревки. Конечно, стали активно каркать вороны. Вот их карканье уже немножко отличается от тех зимних, и явно они выбирают себе гнездовые территории, то есть где будут гнездицы летом. В конце февраля, в начале марта гнездицы начнут и воробьи. А вот другие птицы, в том числе и перелетные, пока выжидают наступления настоящей весны. Есть самый постоянный, наверное, экологический фактор – фотопериодизм. День начинает увеличиваться, ночь сокращаться. И вот этот фактор воспринимают все – и животные, и даже растения. Поэтому вот в местах зимовок, где-нибудь в Европе, во Франции, в Испании, в Скворце, в Пиренеях зимуют. Вот они это воспринимают, этот фактор, и начинают готовиться к перелету. У них изменяется гормональный фон, начинают развиваться половые железы, появляется перелетный инстинкт, и они со временем отправляются в нашу сторону. Птицы, которые ориентируются на увеличение светлого времени суток, отправятся в полет уже в марте. В апреле они будут в Рязанской области. А вот что касается диких уток, у них не в такой степени, как у остальных пернатых, развит фотопериодизм. Они ориентируются на погоду, поэтому некоторые утки и зимуют на рязанских водоемах. Они улетают не по числам, а по тому времени, когда наступают в их местах, где они гнездятся, холода. Водоемы замерзают, птицы сильные, поэтому они могут холод перенести, крупные птицы. Ну а нам пока остается ожидать прибытия более мелких птиц, таких как золотистая щурка и других пернатых, которые питаются живыми насекомыми. Но уже и сейчас есть чем порадоваться. Пение синиц и даже особенное карканье ворон в сочетании с солнечными днями – все это позволит легче перенести окончание зимы и радоваться неминуемо приближающейся весне. Анна Герцовская, Роман Вихров, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Роман Вихров, телекомпания «Город».